Город Это главная площадь города. Раньше она называлась Хлебной, Верхнеторговой, Театральной, Конституции, снова Театральной. Отсюда мы отправляемся к Вечному Огню, в самое начало улицы Московской, старинному тракту, который ведет нас к историческому месту. Позади крутой склон и река Вятка. Именно здесь начинался наш город. У его истоков стояли новгородцы, пришедшие сюда еще на заре российской истории. Вместе с ними Вятка приобщилась к славянской культуре вечевого управления. Здесь строится деревянный Кремль, долгие годы спасавший город от завоевателей. В конце 15 века Хлынов вместе со всей Вятской землей входит в состав московского государства. К 16 веку в Хлынове проживало две с половиной тысячи человек. В 17 веке население города удвоилось. Ветчане входили в ополчение Минина и Пожарского. В 1613 году участвовали в избрании на царский престол Михаила Федоровича, первого царя из династии Романовых. Петр I учредил Вятскую провинцию с центром в Хлынове. Наш город носил имя Хлынов более трехсот лет, но его древнее название не затерялось в глубине веков. В 1780 году Хлынов сменил имя на первоначальное – Вятка. Город получил статус губернского центра. В золотом поле из облака выходящая рука, держащий натянутый лук со стрелой, а над ней верхняя часть щита – крест красный. Читала Екатерина II в мае 1781 года, утверждая проект главного герба Вятского наместничества. С Екатерининским временем была связана и первая регулярная планировка города с прямыми, как в столичном Петербурге, улицами. Названия улиц часто давали по именам храмов – Спасская, Царевская, Пятницкая, Владимирская. Другие носили певучие, с местными особенками названия – Кукарская, Луковицкая, Кикиморская. На этих улицах кипела деловая и культурная жизнь старого города. Золотыми буквами в нашу историю вписаны имена деятелей местного самоуправления. Якова Алексеевича Прозорова, Якова Ивановича Поскребышева, Аркадия Михайловича Воснецова. В Вятке работает земская больница, общество помощи бедным, появляется телефонная станция, водопровод, электростанция. Город благоустраивается, укрепляется его экономика. Особенно сильно облик губернского центра изменился на рубеже 19-го, 20-го веков. По проектам архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина строятся здания в стиле готики и модерна. Старая Вятка – это и архитектор Витберг, и отец русской космонавтики Циолковский, писатели Грин и Салтыков-Щедрин, ученый Бехтерев и фотограф Сергей Лобовиков. Это известные всей России имена. Духовным стержнем города всегда была православная вера. Основанный еще по грамоте Ивана Грозного мужской Успенский монастырь напоминает нам о подвижнической деятельности преподобного Трифона Вятского. Проповедник христианства, строитель храмов, просветитель – он стоял у самых истоков вятской духовной культуры. Не забывается в веках его имя – чудотворца и покровителя земли вятской. Трифонов мужской и Преображенский женский монастыри, кафедральный и Спасский соборы, жемчужина архитектуры Александра-Невский собор. Великорецкий крестный ход. И в наши дни он служит источником духовного очищения, символом, объединяющим все эпохи древнего города. Новые изменения в историю города внес бурный 20-й век. В Вятке утвердилась новая власть. Появились новые деятели. В 1934 году город получил статус Краевого. А в 1936-м – областного центра. Сменилось его имя. С рассветом 22 июня... 23 июня 1941 года на митинге кировчане заявили о готовности отдать все силы на защиту Родины. Тысячи жителей города ушли на фронт. Из Кирова отправлялись танки, катюши, обмундирование, продовольствие. В город были переведены оборонные предприятия из западных областей. Киров стал вторым домом для эвакуированных детей, женщин и стариков. Сохранились сотни заявлений кировчан об усыновлении сирот. Только за один месяц войны в области было размещено более 20 тысяч маленьких ленинградцев. Их выненчили и вырастили у нас на Вятке. Нет в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат С фотографий увядших глядя. Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть Ни с пути свернуть. Город не только выстоял, Но и внес ощутимый вклад в дело Великой Победы. Киров стал городом машиностроителей и шинников, металлургов, энергетиков, деревообработчиков, строителей, железнодорожников, обувщиков. Славу городу создают прежде всего люди. В 1969 году было учреждено звание «Почетный гражданин города Кирова». Обладателями алой ленты почета стали Директор завода Александр Большев, Биолог Эмилия Штина, Врач Валентин Журавлев, Космонавт Виктор Савиных, Музыкант Соломон Сахар, Городской глава Анжелий Михеев, Чемпионка мира по конькобежному спорту Мария Исакова И другие замечательные сыны и дочери нашего города. В начале 50-х годов в Кирове был построен крупнейший в стране трамплин, Собиравший в выходные дни тысячи кировчан. Ежегодно проводились международные розыгрыши приза имени Сергея Мироновича Кирова по конькобежному спорту. Радует нас и победы кировских хоккеистов. Наш город воспитал чемпионов России, Европы и мира, олимпийских чемпионов. Вятка не оставляла к себе равнодушными никого, кто хотя бы раз посетил ее. Александр Герцен утверждал, «Вы не знаете России, живши в ее центре. Я узнал многое о ней, живучи в Вятке». «Вятка имела на меня благодетельное влияние», – говорил Салтыков Щедрин. «Я нашел Италию на севере», – слова о Вятке министра народного просвещения графа Дмитрия Толстого. «Вятка есть один из лучших губернских городов», – отметил в 1824 году прибывший сюда император Александр I. Такие же добрые слова сказал горожанам президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, посетивший наш город в мае 2009-го. «Здравствуйте!» «Мне очень приятно, у вас очень красивый город, люди хорошие, спасибо вам большое, здоровья!» «Город Киров уверенно вступил в 21-й век. Сейчас в нем проживает около полмиллиона человек. Его современный облик определяет не только многоотраслевая экономика, но и семь научно-исследовательских институтов, 24 вуза. В 2002 году Киров был культурной столицей Поволжья. Наши деловые партнеры и добрые друзья живут на всех континентах. Хлынов, Вятка, Киров. Летопись города продолжается.